Мой дедушка Шуленин Николай Фёдорович Мой дедушка Шуленин Николай Фёдорович пошёл на фронт в 1941 году в июле месяце. Воевал во Втором Белорусском фронте, был танкистом и всю войну прошёл на танке Т-34. Был тяжело ранен, лежал в госпитале в Германии, имел награды за оборону Москвы, за боевые заслуги отечественной красной звезды. Я горжусь своим дедом. В честь него я назвала своего сына Николаем. Всегда ему рассказывал о подвиге дедушки. В этом году наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы. Мы всегда будем помнить наших героев. Мой дед Головлёв Владимир Николаевич прошёл всю войну, участвовал в штурме Берлина. Мой дед Титов Дмитрий Григорьевич, в возрасте 17 лет, был призван в состав резервного полка. Для взятия Берлина. На обломках Рейстага вступил в партию КПСС. Всю свою жизнь посвятил защите Родины в составе МВД. Я горжусь своим дедом. Мой дедушка, Московскийн Василий Васильевич, в 1941 году ушёл на фронт добровольцем. Воевал на танке Т-34. Дошёл до Берлина. Был награждён Орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и другими наградами. Спасибо за победу! В нашей стране никто не забыт и ничто не забыто. И сегодня, вспоминая о погибших, я хочу рассказать ещё об одном солдате. Мой дед Афанасьев Иван Михайлович ушёл на фронт в 1941 году, а в декабре 1942 года он уже погиб. У нас, к сожалению, не осталось ни одной его фотографии. Единственное, что мы храним, это извещение о его смерти, где нас уведомляют, что Афанасьев Иван Михайлович, уроженец города Удомля, Калининской области, в боях за социалистическую Родину, верной военной пересяге, проявив мужество и героизм, погиб, пропал без вести в 1942 году.